Играю полтора года на гитаре, какой-то уровень у меня есть, соответственно. Я хотел просто дальше развиваться. Да, по переборам пробежимся, потом по боям. По переборам. Ну, во-первых, стандартная восьмерка есть. Что планируете, какие интересы, что желаете? Интересы такие. Хочу играть на гитаре, просто развиваться дальше, изучать какие-то сложные более композиции, знаю там парочку упражнений. На нулевой уровень рассчитываю учеников. Им говорю, что если вы с нуля начинаете, я вам готов помочь. Потому что, если ты видел, например, приколы в интернете, когда какой-нибудь Акстар звонит, типа... Да, 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 да. Я такие видел. Расстроенная гитарка. Да, немножко есть такое. Я бары могу взять. Вот тоже. Гаммы некоторые там, ну... Так, ну... Хотите посмотреть, как я играю? Пару упражнений, знаю. Такой перебор. Очень хорошо. Ну, такая она несложная. Простенькая. Очень даже. Хорошо. Отлично, все ровно, чистенько, здорово. Че по боям? По боям не занимаюсь ими. Видно, что у тебя есть опыт, как бы, игры. Ты не полный ноль. Да, да, круто, круто. Как у вас там с фингерстайлом? Так далее. Не, ну, это классно, на самом деле, очень классно. У нас хороший уровень. А скажи, что-нибудь с пентатоникой разбираешься? Че это такое, знаешь? Да, слышал пентатоника. Ну, это, например, в ре, да? Про это? Да. Да. Ну, до мажор обычный. Да, да, здорово. Мелизмай. Ну, до мажор. Мелизматика такая большая. То есть, вот, на аккорде Д очень много, видишь, всяких. Басовый ход красивый. Вот, да, такая простенькая. Хорошо прям высекается. Просто я не знаю, о чем вас учить. Очень прошу, Жень. Какие-то композиции, может быть, какую-то композицию вы можете сыграть, если она... То есть, что... Да, у тебя пальцы очень быстро бегают, но определенный, я бы сказал, что не хуже моих они точно бегают. Ну, да, это получается пентатоника, как на ми миноре. Да, вот эти полутона, правильно, видишь, между... Ну, если ты в тех терминах, да, понимаешь, то между доминантой субдоминантой, то есть, да, пятая, четвертая ступени, как раз вот эти пам-пам-пам, да. Классная штука. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Неплохо играешь, Ильяс. Ну что, в ролик попаду? Прикольная, кстати, тоже мелодия. Здесь, кстати, прикольно, что еще можно добавить вот эту вот... Ну, что я могу сказать? Вот джаза, блюзовые всякие формочки. Красиво, красиво, да. А ты в какой момент узнал меня, скажи? А? В какой момент меня узнал? Вот честно, я еще с переписки узнал, когда мы только списались. Я понял, что это ты. Ты еще возраст спалил в переписке, но я уже без сомнений понял, что это ты. А ты смотришь канал, да, прям? Конечно смотрю, подписан смотрю. Даже я сейчас в шоке небольшом, но мне ютуберы обычно не попадают никогда. Ну вот это вот. Ну это так, из похожих. Но Беливер мне, конечно, больше нравится, да. Так. Вот знаешь, в какой момент был? Я вот обычно смотрю ролики, там если узнали ютубера, то сразу начинают кричать, о, узнал, узнал. А я специально не стал говорить. Хотел наоборот разыграть тебя, пошел против системы. Надеюсь, я вызвал у тебя положительные эмоции. Вообще супер положительные. Я сам рад, что меня узнали. Типа прикольно, приятно даже с одной стороны. Не, ну на самом деле обалденно. У тебя очень хорошо прям все звучит. Пальцы беглые, быстро и круто. То есть ты быстро будешь материал снимать. И вообще в дальнейшем, ну если как раз на реплееешь, я бы хотел такой дуэтик записать. То есть я как бы пою, играю ритм, а ты туда накручиваешь мелодию. Ты прям талантливый. Ты талантливый, ты здорово играешь. Прям пальцы хорошо работают. Особенно правая рука, мало кто просто до этого доходит. Обычно да. Как бы я учу людей медиаторам. То есть вот эти вещи все сыграть медиатором гораздо быстрее и проще по итогу. Дворовые гитаристы не играют медиатором, потому что он у них все время вываливается из рук. И они не хотят научиться его держать правильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!